Телекомпания Сизенс представляет Фильм Жанна-Мари Давида Африканские борзы Условия обитания в пустынях Северной Африки невероятно тяжелые И именно здесь на свет появились удивительные собаки, борзые Местные племена кочевников считали этих животных истинными принцами пустыни В этом регионе, одном из самых засушенных на Земле, собаки стали настоящими помощниками людей Их использовали для охоты на газелей, в настоящее время почти исчезнувших К югу от Сахары, в соседнем регионе Сахель, обитает Азавак Собака свирепая, быстрая и внимательная На севере, в предгорьях Атласских гор, кочевые племена вывели особую породу, слюги Это крепкая и более послушная борзая Парадоксально, но вдали от удушающей жары Сахары, у подножья французских перенеев, под Тулузой Находится один из лучших питомников слюги Он принадлежит Мусе Гузи и его дочери Лоранс На их счету несколько чемпионов мира и Марокко Привет, малыш, привет Смотри, как ты вырос Умница Привет, мое солнышко Он, правда, заметно подрос Слюги в основном чуть длиннее квадратного формата Идеальный рост для суки 68 сантиметров Для кобеля 70 Окрас может быть разным Светло-песочный, с черной маской или без нее Более или менее насыщенный, песочный Тигровый, светлее или темнее Главное, чтобы в окрасе не было белых пятен Уши обычно посажены высоко Они треугольной формы, слегка округленные Если говорить о размере ушей, то они должны доставать до уголка глаза Примерно вот так У собаки должны быть хорошие зубы Хорошая, прямо поставленная шея Чтобы измерить хвост Слюги Его нужно пропустить между лапами Вот так Хвост должен достать до середины спины Это молодая сука, она еще не достигла зрелости Так что она еще растет Глаза довольно темные С хорошей пигментацией Когти обязательно черные Спина плоская Обычно задняя часть Несколько выше, чем холка Хотя это не бросается в глаза Если Слюги поставить профиль Его корпус должен быть похож на не очень длинный квадрат Мышцы длинные и не слишком круглые Скорее плоские Длинные и плоские Чтобы выжить во враждебной обстановке пустыни Слюги выработали удивительную выносливость и скорость Их мускулатура идеально подходит для охоты на газели Под влиянием человека со временем Эта особенность перешла и к другим породам борзых Слюги У Слюги, как и у всех борзых, грудная клетка хорошо разработана Она должна вместить большое сердце и объемные легкие Необходимые для быстрого бега А почки имеют удлиненную форму Задние ноги заметно согнуты Что позволяет собаке придавать себе дополнительное ускорение во время бега Слюги в основном обитают на равнине, в довольно пустынной местности И добывать пропитание им приходится на открытых пространствах Когда борзая преследует дичь, она практически не пользуется органами чувств Только зрением Остальные органы чувств для охоты не нужны Когда добыча схвачена Борзая зачастую сама ее убивает Слюги 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 КОНЕЦ Во Франции запрещено использовать борзых для охоты. Мс. Гузи разработал метод тренировок, который является его гордостью. Каждый день он отправляется на своем квадроцикле в поле, чтобы позаниматься с собаками. Цель этих специально разработанных упражнений – развить и поддержать беговые качества борзых, чтобы они не потеряли ощущение скорости и не разучились загонять дичь. Благодаря мощным легким слюги может развивать скорость до 60 км в час. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы сохранить здоровье, собаки Месье Гузи могут приносить потомство всего два раза за свою жизнь. Это одно из важнейших правил, которые существуют в питомнике. Именно поэтому здесь столько чемпионов. Продолжение следует... Смотри на хозяина. Отойди, не мешай. В таком юном возрасте и уже учится. Славный малыш. Молодец. Этому щенку всего три недели. Мы начинаем его потихоньку отлучать от мамы. Он уже ест мясо маленькими кусочками. Еще мы добавляем понемногу восстановленного собачьего молока. Мы кормим щенков из бутылочки. Потом переведем на твердый корм. И дело сделано. Этот щенок мальчик, а это девочка. Слюги очень хорошо уживаются с другими собаками. У нас в питомнике есть русские борзые, уэпиты, и они отлично ладят. Они, конечно, немножко притесняют других собак. У нас есть лошади, ослы, и они неплохо уживаются между собой. Давайте в машину. Быстро, быстро, пошли. Мужда, Мужда, иди сюда. Тебя все ждут. Давай, давай. Мужда, залезай. Иди, иди. Да не бойся ты. Вот так. Хорошо. Для развития у Слюги охотничьего инстинкта существуют классические упражнения. Лоранс и его отец регулярно посещают со своими собаками кинодром при ветеринарной школе Тулузы. Гейма, за мной. Идем, идем. Хорошо. Охота с использованием борзых была запрещена французским законом еще в позапрошлом веке. Есть два варианта того, как подобный закон появился на свет. В то время в моде были антидворянские законы, а парламентское общество составляли депутаты-республиканцы. И они почему-то решили, что с введением этого запрета они смогут сделать охоту более демократичной. Но существует и другой вариант. Возможно, многие считали, что эти собаки, которые могут сами убивать свои жертвы, не соответствуют этике охоты. Лично мне второй вариант кажется менее правдоподобным. Благодаря исключительной прочности челюстей, слюги может убить свою добычу очень быстро. Но если собака хорошо обучена, она может принести добычу живой, без единой царапины. Фу, фу! Аджна! Аджна! Молодец, Аджна! Хорошая собака! На другом берегу Песчаного океана, на юге Сахары, непременным спутником кочевников Туарегов стал Азавак. Они говорят, что эта собака вынослива как верблюд и великолепна как чистокровный арабский скакун. Доктор Паскаль Тьери, один из немногих любителей и селекционеров Азаваков во Франции и Европе. Мы находимся в его имении в Нормандии. Высота среднего Азавака в холке составляет от 60 до 70 сантиметров у суки и до 74 у кобеля. Что касается веса, то это примерно 20 килограммов для суки и 25 килограммов для кобеля. Череп у Азавака довольно длинный, мочка носа, в отличие от других борзых, выражена мало. У типичного представителя длина черепа равна длине головы, то есть соединительная линия между черепом и мордой очень слабо выражена. Глаза тоже довольно типичные. Они сильно подведены, и это придает взгляду некую дикость. Челюсти сильные, с ножницеобразным прикусом. Эта собака очень короткая. Как вы сами видите, ее туловище имеет форму квадрата. То есть высота в холке всего на несколько сантиметров больше, чем длина корпуса. Это характерная черта Азавака. Бедра обычно имеют почти такие же размеры, как эта часть корпуса. Спина плоская, область почек слегка выступает. Поскольку плечо у собаки-спринтера не играет особой роли, оно выражено слабо. Угол между плечом и коленом фиксированный, но открытый. Это касается и передних, и задних лап. Шерсть у Азавака очень тонкая, шелковистая, короткая. На животе она практически отсутствует. Вот, смотрите. У собаки есть еще одна особенность. Ее мышцы очень плоские, очень сухие. Создается впечатление болезненной худобы. Но на самом деле они невероятно выносливы и могут без отдыха преодолевать большие расстояния. Походка тоже очень характерная. Собака передвигается рысью. Мышцы лап очень эластичные и разработанные. Собака словно стоит на пружинах. В этом она немножко похожа на арабского скакуна. Допускаются любые окрасы, на основе палевого. То есть от светло-песочного до темно-красного, с обязательными белыми отметинами на каждой лапе. На груди звезда. Хвост очень тонкий, имеет форму серпа, с обязательной белой кисточкой на конце. Сейчас ведется большая работа над тем, чтобы и в Африке, и в Европе в стандарты были включены любые окрасы. Различие между слюгей и азоваком заключается в основном в пропорции. Я имею в виду то, что слюги квадратные. Они чуть больше в длину, чем в высоту. Это влияет на форму грудной клетки, которая в большинстве случаев более плавно переходит на уровень живота. Слюги по сравнению с азоваками более упрямы и независимы, особенно кобели. Обращаться со щенками азовака не сложнее, чем со щенками любой другой породы. Они, пожалуй, будут почаще проверять своего хозяина на прочность, пытаясь отвоевать место в его постели или получить лишний кусок со стола. Но это совершенно нормально для щенка. Характер собаки формируется в период полового созревания, особенно у кобелей. Как только щенки начинают ходить, в помете всегда появляется старший. Но это не означает, что он самый крупный. Кого? Комон. Комон! Вау, летит летит. Комон. Продолжение следует... С самого юного возраста у щенков проявляются инстинкты преследования и охоты. Этим сейчас по три месяца. Азавак считает все принадлежащее его семье священным и неприкосновенным. Это абсолютная правда. Когда собак было меньше, я выгуливал с ними косы. Выгуливал сразу и собак, и косы. Конечно, это не совсем идеальное сочетание, но собаки всегда находили общий язык с козами. Азавак – это собака, которая отлично ладит с другими собаками. Хотя, если честно, меньше всего проблем у них бывает с гладкошерстными борзыми. Азавак – строжевая собака. Она подает голос, когда чует опасность или когда в доме что-то не в порядке. Азавак никогда не лает без причины. Когда рядом посторонний, собака тушуется, становится немного застенчивой, старается спрятаться. Ей проще уйти, чем терпеть чье-то присутствие. Поэтому с Азаваком обычно много проблем на специализированных выставках. Там ценятся собаки невозмутимые. Именно поэтому у Азавака сложилась и репутация не очень красивой собаки. Что меня привлекло в Азаваках, скажем так, меня поразила в самое сердце их походка. Первую собаку, которую я увидел, звали Аффа. Ее привезли из Швейцарии. Когда я увидел, как она выступает, я сразу влюбился без памяти. Она шла, как на пружинах. И это было потрясающе. Азавака не стоит оставлять одного ни на улице, ни в клетке для кроликов, ни на открытом заднем дворе. Традиционно Азавак охотился на газелей. Но сегодня, в отсутствии привычной дичи, его чаще всего используют как сторожа. За пределами родины Азавака есть только один способ сохранить собаке инстинкт охотника. Предложите ему поупражняться в охоте на приманку. Охота на приманку – это имитация настоящей охоты. Она обычно проходит на поле со специальными шкивами, которые заставляют приманку двигаться зигзагом. Это похоже на бег настоящей дичи. В этом упражнении главное – охотничий инстинкт. Собаки работают в паре. Это повторяет условия на охоте, когда они действительно вместе охотятся на живую дичь. У борзых из одной своры, которые привыкли работать вместе, есть загонщик и есть ловец. Одна собака нарезает круги, пытаясь выгнать дичь, на того, кто быстрее бегает и быстрее сумеет схватить добычу. Азавак – это собака, которая иногда бывает упрямой. Она может отказаться выходить на поле, если чего-то испугается перед началом охоты, или ей что-то не понравится. С этим нужно просто смириться. Основные физические характеристики азавака – это, в первую очередь, его выносливость и способность совершать быстрые, мощные рывки. Судии, которые оценивают результаты охоты на приманку, начисляют каждой собаке баллы. Параметров множество – ловкость, скорость, выносливость, прыгнула собака или нет. Во время охоты на приманку азавак отлично справляется со своей задачей. И если их правильно мотивировать, им не будет равных. Азавак – это моя подлинная страсть. В эту собаку нельзя не влюбиться, если узнать ее поближе. Она невероятно красива, хотя это не всегда бросается в глаза. Но если ты любишь какую-то породу и своих питомцев, то видишь всю их прелесть. Наверное, именно потому, что с незапамятных времен эти собаки считались владыками песков, гордые азаваки и слюги заняли особое место в жизни и легендах африканских кочевников. Эти удивительные борзые, аристократы среди собак заслужили почет и уважение не только на своей родине. Сегодня их исключительные качества привлекают все больше и больше энтузиастов в Европе и во Франции. Будем надеяться, что новый бум на Западе обеспечит собакам счастливое будущее, и эти замечательные животные будут верными спутниками многих поколений жителей пустыни. Программа подготовлена к эфиру по заказу студии «ЮСИМ». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok